В Дубелесе проходит выставка работ Никопи Расмани, приуроченная к 150-летию со дня рождения великого грузинского художника. Сценарист Мария Эксер организовала в галерее вместе с исследователем, писателем и журналистом Игорем Аболенским курс лекций-экскурсий, посвященных Никопи Расмани. Мы в Галерее устроили замечательную акцию, несколько лекций, экскурсий, которые ведет исследователь, писатель, журналист Игорь Аболенский. Он рассказывает об истории некоторых картин, о самом художнике, о братьях Заневича, которые обнаружили самого художника и сделали его знаменитым на весь мир. Эти экскурсии, они абсолютно доступным языком рассказывают о творчестве Перасмани, о его судьбе тяжелой, о самих братьях Заневичах и о том, какая судьба постигла потом некоторые из этих картин. Сам Игорь Аболенский своими лекциями-экскурсиями старается создать непринужденную атмосферу, рассказывая посетителям галереи на русском языке о жизни и творчестве Перасмани. Перасмани никогда не учился рисовать, никогда. Сам научился читать, сам научился писать, сам выучил русский язык и никогда в жизни не думал, что он будет рисовать. И стал тем художником, работы которого мы сегодня с вами увидим. Я просто вам сейчас еще два слова скажу про место, где мы находимся. Вот справа от нас, слева верну, находится Головинский проспект, проспект Ростоверия, где был музей, очень модный музей красок, бланк и нуар назывался, черное и белое. Перасмани никогда там не покупал краски. Он их покупал на улице Вильямиловска, это улица, которая называется сейчас улица Шауба до Диани. И там был магазин Геккер. И вот в 15-м году его встретил один из героев моих книг «Слева красоты» Давид Цицешвили. И когда Перасмани пришел и купил там краски, то Давид посмотрел, какие он покупает краски и услышал восхищенные слова человека, который продавал. Он сказал, надо же, простой маляр, а покупает самые дорогие краски. Вот сегодня я не буду рассказывать вам историю Перасмани, потому что она известна. Я попытаюсь вам рассказать какие-то неизвестные штрихи из жизни Перасмани. Как говорят сотрудники галереи, ежедневно выставку посещают 300-400 человек. При этом они с радостью сообщают, что если раньше среди посетителей в основном были иностранные туристы, то теперь среди тех, кто приходит посмотреть на картины, большинство – жители Тбилиси и Грузии. На выставке в Национальной Тбилисской галерее представлено 107 картин Перасмани. Всего в галерее хранится более 140 его работ. Продолжение следует...